Привет, меня зовут Юлия Шундикова, и я employer-брендинг-менеджер компании Danone. Сегодня мы с вами поговорим о том, как построить успешную карьеру в FMCG-секторе, ну и не только в FMCG. Я занимаюсь в отделе HR последние 8 лет. Последние 3 года из них это employer-брендинг, до этого я была рекрутмент-менеджером в разных направлениях. Поэтому о том, как рассматривают компании кандидатов к себе, какие навыки для них самые важные, то, как развиваются люди внутри компании, я достаточно много знаю, и про это сегодня с вами расскажу. Итак, те темы, которые мы с вами затронем, это будет, первое, касаться того, какие суперспособности, ну или 4 soft skills, важные для любой отрасли, и неважно, в какое направление вы готовы будете пойти. Они будут актуальны для любой индустрии. Второе, мы поговорим об FMCG-секторе, о том, какие направления внутри FMCG можно выбрать для себя. Третье, мы поговорим о программах развития и стажировках компании Danone. Surf Danone, Danone Band и Danone Twist. И, конечно, мы поговорим о секретах отбора во все эти программы. Ну что, готовы? Тогда давайте начнем с того, какие суперспособности есть Danone. Но прежде чем двинуться к самому интересному, я хотела в двух словах познакомить вас еще раз с компанией Danone. В этом году нам исполняется 100 лет, практически век мы с вами, что очень приятно. И Danone представлено в четырех направлениях FMCG. Первое, это направление свежих молочных продуктов, с которым в России знакомы, наверное, наибольшее количество наших потребителей. Второе, это детское питание. Бренд Нутриция, Малютка. Наверняка видели на полках магазинах. И это тоже бренд Danone. Специализированная вода, да, бутилированная специализированная вода, например, бренда Evian, Вальвик, Будуа, это тоже продукты компании Danone. Ну и специализированное питание для людей, которые проходят определенные реабилитационные процессы. Все эти линейки входят в портфель компании Danone. Что представляет собой Danone в России? Danone в России это 16 производственных заводов, и это порядка 10 тысяч сотрудников. И на текущий момент в России мы один из наиболее крупных FMCG игроков. Ну и в целом наши объемы, они растут, и те новинки, которые мы запускаем на рынке, они также растут с каждым годом, их становится все больше и больше. Ну что же, от большого бизнеса пойдем к карьере и сфокусируемся на том, какие навыки необходимы для любого специалиста, который хочет построить успешную карьерную дорогу для себя. Мы наверняка, вы слышали понятие VUCA World. Мы с вами живем в мире, который очень изменчив, который крайне неопределен, который сложен и очень неоднозначен. И именно в такой ситуации, когда все эти четыре фактора сбивают нас толку, и зачастую мы просто не знаем, что нам делать, тем не менее нам нужно принимать решения, нам важно видеть далеко вперед, к чему приведут эти решения. И, безусловно, нам нужно быть готовыми к тому, что именно в такой среде мы будем с вами работать. Поэтому VUCA World, к сожалению, те навыки, те знания, те классические фундаментальные науки, с которыми вы познакомились в школе, с которыми вы будете и знакомитесь сейчас в университете, их будет недостаточно. Через год, два, пять, десять лет они, безусловно, устареют, и вам нужно будет что-то с этим делать. И поэтому в компании Danone, да и в принципе в большинстве крупных международных компаниях, где большой фокус идет на развитие сотрудников, больше акцент делается сейчас не на hard skills, не на ваше знание условно английского языка, Excel или какого-то софта, а на soft skills. Вот про них я сегодня поговорю с вами подробно, расскажу про четыре суперспособности, которые важны в Danone, да и в целом, которые помогут вам развиваться, быть успешными, не важно, в какую компанию вы для себя выберете. Итак, что же это за четыре суперспособности? Первое, это живой ум или intellectual agility. Второе, это эмоциональный интеллект или emotional agility. Четвертое, это установка на развитие, growth mindset. И третье, это упорство, grid. Про все эти четыре навыка расскажу вам, а тем не менее у нас с вами есть с вами возможность пообщаться в чате, поэтому если какие-то вещи, особенно на этом блоке, вам будут непонятны, пожалуйста, задавайте вопросы, нам будет намного проще и удобнее сразу же на них отвечать, потому что не хочется, чтобы это звучало как какая-то теория, максимально применимые для вашей жизни советы, которые вы сможете реализовать дальше в своей карьере или в учебе. Ну что, поехали? Расскажу вам про первую суперсилу, это живой ум или intellectual agility. Что же это такое? Это способность эффективно анализировать информацию, быстро выделять, главное, из-за большого объема информации и умение посмотреть на ситуацию с разных углов и принять решения в условиях очень большой неподдельности. Что включает в себя живой ум? Он включает в себя критическое мышление, оперативное восприятие информации и гибкость мышления. Критическое мышление, что это такое? Это возможности умения посмотреть нестандартно и не согласиться с каким-то статус-кво и посмотреть на него совершенно иначе, вообще в принципе быть готовым сказать, что вот что-то для меня пока непонятно, хочу еще раз доказать эту точку зрения, пока не готов ее принять на веру. Это критическое мышление. Второе. Оперативное восприятие информации. Это то, насколько много информации вы сможете обработать за раз. Разные объемы информации посмотреть, проанализировать и принять правильное решение. Это тоже включает живой ум в себя. Ну и гибкость мышления. Это то, что, например, вы не только можете оценить экселевскую табличку, посмотреть, пособирать информацию в гугле, пособирать информацию в нетворкинге и суметь сочетать все эти разные точки зрения, чтобы принять какое-то финальное решение. По сути, живой ум — это не то же самое, что интеллект. Потому что интеллект — это та способность к мысли, которая вам дается при рождении. И уровень интеллекта повысить, скорее, невозможно. Это константа, которая с вами всю жизнь. А вот живой ум, а именно критическое мышление, оперативное восприятие, гибкость мышления — это то, что вы можете в себе развить. И даже если сейчас где-то что-то у вас не получается, есть много методик, советов того, как поднять умение более по-живому смотреть на разные вещи. Поэтому это та суперспособность, которая очень важна, на которую мы делаем большой упор. И я вам очень рекомендую думать именно в ключе того, как можно поднять свой живой ум или интеллектуал отживити. Итак, идем дальше к следующей суперспособности или soft skills, про которую я расскажу на следующем слайде. Но прежде чем пойти дальше, смотрите, у нас есть три знаменитые фигуры, которые вы видите здесь на экране. Это Томас Эдисон, Альберт Эйнштейн и Билл Гейтс. По сути, если посмотреть на их успехи в школе либо в университете, это одни из самых знаменитых двоечников на весь мир. Это те люди, которые не очень хорошо сдавали экзамены, это те люди, которые не всегда соглашались с учителями, и те, кто, например, как Билл Гейтс, вообще в принципе не закончил университет, 20 лет ушел делать свой собственный стартап. Тем не менее, гибкость мышления, умение смотреть нестандартно на стандартные вещи помогли этим людям достичь небывалых высот и стать пионерами в разных направлениях. И вот основная мораль этого слайда, безусловно, не в том, чтобы не учиться прогуливать в школу или в университет, она скорее в том, чтобы брать знания, которые вам дают осознанно, и, например, учить математику, не потому что вам нужно получить пятерку в конце семестра, а потому что математика вам приводит в порядок и учит вас, учит ваш мозг анализировать информацию и проводить разные параллели, опираясь на факты, на данные, которые у вас есть. Поэтому не обязательно хорошие оценки, но очень важно то, как вы работаете с информацией, то, как вы эту информацию можете, во что вы можете ее преобразовать. Ну и в целом, если вдруг вы будете забывать, иногда будете расстраиваться, так вспоминайте про этих трех очень великих двоечников, которые добились небывалых высот в тех направлениях, в которых они развивались. Ну что, и вторая суперспособность, к которой мы движемся, это упорство. Это сильная увлеченность и интерес к определенной теме, долгосрочным целям, которые поддерживаются вашей мотивацией, вашим драйвом и настойчивостью. И именно эти качества помогают вам справляться с возникающими сложностями. Что в себя включает упорство? Оно включает увлеченность, настойчивость, умение находить и использовать внутренние и внешние ресурсы. Давайте представим ситуацию. Вы готовитесь к поступлению в магистратуру. У вас есть до этого определенный бэкграунд, который вам помогает, благодаря которому вы знаете, что вас ожидает на экзаменах. При этом вы знаете, какая программа будет дальше, какая программа ожидается. И, соответственно, вы готовитесь к вступительным экзаменам. Безусловно, в параллели к вам может приходить много факторов, которые вас будут останавливать. Не знаю, нужно будет сдать экзамены, продолжать сдавать экзамены в бакалавриате. Возможно, вы будете уже работать, и у вас будут какие-то рабочие задачи, которые вас будут отвлекать от этого. Может быть, у вас будут какие-то семейные вопросы, которые вам также нужно будет решать в параллели с этой важной задачей поступления. И здесь вот именно ваше упорство, ваша увлеченность темой и желание все-таки поступить позволяют вам справляться с вот этими стоперами, которые будут и в учебе. И здесь это тот фактор, который, наверное, позволяет вам от ситуации, когда у вас что-то не получается сделать, передвигаться в сторону того, когда вы смогли, превозмогли себя и смогли достичь больших высот и двинуться дальше, даже дальше, чем сами могли подумать. Поэтому этот фактор, он, наверное, тот, благодаря которому вы выучите английский, сможете выучить какой-то сложный язык программирования, ну или в какой-то момент суметь попасть в компанию мечты, туда, куда у вас не получилось попасть с первого раза. Собственно, благодаря грид или упорству вы сможете это сделать. И поэтому я также рекомендую вам обратить внимание именно на этот soft skills, как один из основополагающих для построения успешной карьеры в 21 веке. Какой еще суперспособности мы с вами должны уделить внимание? Это эмоциональный интеллект, emotional agility. Наверняка уже не в первый раз слышите о том, что это важно. Ну и, безусловно, этот тренд есть последние лет 15 на рынке, по крайней мере, в России. И что же оно включает? Умение осознавать, понимать и управлять своими эмоциями, эмоциями других. Это определяется тем, насколько хорошо вы осознаете себя и насколько хорошо вы можете понять и управлять эмоциями человека, находящегося рядом с вами. В первую очередь это самоосознание, второе – осознание того, что испытывает человек рядом. Почему это важно? Представим себе ситуацию, что вы сдаете экзамен, или вы защищаете какой-то бизнес-проект, который у вас есть. Или, не знаю, вы проходите интервью, и вам нужно убедить интервьюера, менеджера или рекрутера о том, что вы лучший кандидат. И вот здесь зачастую, в первую очередь, вам нужно справиться с волнением, потому что и первая, вторая, третья ситуация – это действительно стресс для любого, особенно для молодого специалиста. Второе – вам нужно научиться понимать, как вас воспринимают люди, с которыми вы беседует, как вас воспринимает преподаватель, рекрутер, либо же кто-то еще, с кем вы взаимодействуете. И здесь, исходя из того, какие сигналы он вам шлет, вербальные или невербальные, вы тем самым можете адаптировать свою презентацию под те потребности, которые есть у человека рядом с вами. Безусловно, мы понимаем, что логика, рациональность, она есть в любом из нас. И, конечно, для нас важно то, что вы говорите, насколько это основано на фактах. Но при этом есть еще, так скажем, эмоциональные факторы, которые тоже сказываются на результате вашего взаимодействия. И зачастую, если вот здесь не очень хорошо получается, если человек в принципе не готов вас слушать или со скепсисом относится к тому, что вы говорите, или конкретно к вам, к сожалению, он не увидит логику за тем, как вы ему презентуете. Поэтому эмоциональный интеллект, наверное, в текущем мире это один из самых сложных, из самых сложно развиваемых софт-скилла, но один из самых важных, особенно, если мы говорим про построение карьеры, связанной с коммуникацией, со взаимодействием с другими людьми. А я, если честно, работая почти 10 лет в HR, наверное, сейчас не вспомню ни одной, ни одной сферы, ни одной специализации, где коммуникация отсутствует. Поэтому это тот ключ к успеху, тот софт-скиллс, на который вам также стоит обращать большое внимание. Давайте посмотрим на следующий слайд. Здесь мы видим 12 спектров эмоций, самых разных, от интереса до страха, отвращения и уверенности. Мы видим, насколько по-разному меняется лицо девушки, и насколько по-разному мы можем воспринимать то, что мы видим. А теперь представьте, что в диалоге с кем-то люди испытывают такой же разнообразный спектр эмоций. Просто не все показывают лицом то, что они в данный момент испытывают, но эмоционально они именно заряжены на какую-то конкретную эмоцию. И если, первое, вы сможете осознать свои эмоции, насколько вы сейчас смущены, обрадованы, или, может быть, печалитесь по поводу чего-то. И второе, насколько вы сможете увидеть это в человеке рядом с вами, даже если его лицо по-лимпийски спокойное, и вы ничего по нему не можете прочесть, тем не менее, от этого будет зависеть то, насколько логику и факты вашей презентации, ваши задачи будут правильно услышаны, и, соответственно, насколько успешным будет ваше взаимодействие и ваша коммуникация. Поэтому эмоциональный интеллект это тот софт-скил, на который, повторюсь, нужно обращать внимание. И приятная новость, большой сюрприз в том, что, несмотря на роботизацию, диджитализацию, все следующие автоматизации различных процессов, которые мы видим вокруг нас, эмоциональный интеллект это то, что практически пока невозможно заменить роботами или искусственным интеллектом. И это то, почему человек во многих сферах также останется, оставит за собой лидирующую позицию. Поэтому чем выше ваш эмоциональный интеллект, тем меньше у вас конкуренции с роботами и с искусственным интеллектом. Поэтому это тоже фактор, на который стоит обратить внимание. Ну что же, если у вас есть вопросы про первые три наши суперспособности или софт-скилл, пожалуйста, задавайте их в чате. Буду рада на них ответить. А пока переходим к следующему. И это growth mindset или установка на развитие. Это здоровое любопытство, самоосознание и вера в то, что любую способность, любой навык можно открыть. Это жажда ума, его открытость ко всему новому и желание поиска постоянных областей для саморазвития. Что это включает в себя? Первое, самоосознание. Второе, это пытливый ум. И третье, это вера в то, что в принципе практически всему вы можете научиться. А что, давайте разберем каждый пункт индивидуально. Самоосознанность, что она значит? Это значит, что вы четко понимаете, а в чем вы хороши и каких навыков вам сейчас не хватает. Где вы действительно по сравнению с вашими коллегами, вашими друзьями, однокурсниками отстаете, а где вы, безусловно, выделяетесь. У каждого человека есть как яркие черты, так и те, над которыми стоит работать. И первый шаг, с которым вам стоит начать, это собственно суметь себя правильно проанализировать. И здесь мне вспоминается частый вопрос со стороны кандидатов, который я слышу, а зачем компании спрашивают про сильные и слабые стороны. На самом деле этот вопрос, он как раз таки коррелируется с вот этой самой способностью установки на развитие. Как правило, работодателю, тому, кто умеет делать правильное интервью, интересно узнать о том, насколько вы умеете себя анализировать, и насколько ваш самоанализ совпадает с тем восприятием, тем впечатлением, которое вы оказываете на людей. И если ваше самоосознание и это впечатление не совпадают, это подтверждает тот факт, что вы достаточно критично и правильно себя оцениваете. И это, безусловно, плюс к вам, как к кандидату, если мы говорим про интервью, но и, безусловно, если посмотреть шире, это тот базис, с которым вам нужно начать, и который позволит вам двигаться существенно дальше. Дальше, что он вам позволяет двигаться? Это пытливый ум. Это тот факт, что вы, ну не знаю, выучив английский язык, захотите узнать испанский, греческий или выучить китайский. Не знаю, научившись играть на гитаре, вы захотите также узнать, как играть на фортепиано или, может быть, займетесь вокалом. Скорее, это про то, что вы выходите за рамки тех стандартных областей знаний, которые вы уже для себя открыли, и постоянно открываете как пазл себе, вот эту вот мозаику собираете с тех навыков и способностей, которые у вас есть. Это помогает как раз-таки пытливый ум. Ну и вера в том, что можно всему научиться. Звучит немножечко сюрреалистично, соглашусь с вами, но тем не менее, когда-то мы все с вами не умели ходить, не умели писать и не умели говорить. Да, и кто-то научился в 8 месяцев, кто-то в 5, кто-то в 3, в 10 лет делает хорошо то, что я упомянула ранее. Тем не менее, скорее, вы не задавали себе вопрос, один раз упав после того, как неудачно сделав несколько шагов, а смогу ли я научиться, а может быть, я недостаточно хорош, чтобы вообще в принципе ходить. Вряд ли, будучи маленьким ребенком, вы задавали себе такие вопросы. Ровно эту же логику можно применять к абсолютно всем другим навыкам и способностям. Вы можете выучить любой язык, вы можете выучить любую область, любой предмет, любую программу. Вопрос, насколько вы хотите этого сделать, и когда вы понимаете, зачем вам это нужно, собственно, на ступерах для того, чтобы вас остановить, уже не происходит. Ну и в продолжение про Growth Mindset давайте сделаем небольшую проверочную работу. Вы видите четыре утверждения на экране, ответьте на каждое из них «Да» или «Нет». Ваши умственные способности это ваше основополагающее качество и вам не дано что-либо существенно изменить. «Да» или «Нет». Вы можете осваивать новые знания, но вы не способны изменить свой уровень интеллекта «Да» или «Нет». Вы всегда можете стать намного умнее «Да» или «Нет». И последнее. Неважно, какой у вас уровень интеллекта, вы всегда можете значительно его повысить «Да» или «Нет». Если вы ответили «Нет» на первые два пункта, вы правы. Действительно, это те вещи, которые есть у вас, и которые действительно природа вам их дала, и вы можете ими пользоваться ровно в том ключе, который, скажем так, у вас есть сейчас в багаже. А если вы ответили на третий, четвертый вопрос «Да», это говорит о том, что у вас есть установка на развитие. Опять-таки, если вы ответили «Нет», подумайте, а что вам мешает? Что вас смущает, и почему вы не согласны с этими утверждениями? Вернитесь к предыдущим слайдам, первому, второму, третьему, четвертому про soft skills, подумайте, какой из этих навыков может вам помочь уверить в себя, что вы всегда можете стать намного умнее, и неважно, какой уровень интеллекта вы можете его повысить, исходя из того, чем вы занимаетесь, то есть в области, где вы работаете или учитесь. Ну что, я рассказала про четыре основных soft skills, которые крайне важны для развития карьеры в любой области. Напомню, это emotional agility, это intellectual agility, это growth mindset, и это grid. Все эти четыре навыка важны, а мы с вами движемся дальше непосредственно к самой карьере в FMCG-компании. Какие направления выбрать? Наверняка вы сейчас находясь на бакалавра, проходя обучение в бакалавра, лабораторе или в магистратуре, или может быть вы сейчас уже работаете, ищите для себя различные карьерные и профессиональные возможности. Я покажу вам примерные три стрима, которые актуальны для любой большой в крупной FMCG-компании и кратко расскажу про каждый из них. Итак, в любой FMCG-компании есть три направления топ-лайн, оперейшнс и саппорт. Топ-лайн это то направление, которое генерит прибыль для нашей компании. Это продажи и отдел маркетинга. Отдел продаж это все, что касается взаимодействия с нашими клиентами, и как правило в FMCG это крупные ритейловские сети, и, например, уже сейчас все больше продажи выходят в онлайн-формат, это какие-то онлайн-площадки для продажи, и третье все больше продажи выходят напрямую к самому потребителю, и все больше компаний, в том числе и FMCG, стараются обойти ритейловские сети и выходить напрямую к самому потребителю. Всем этим занимается отдел продаж. Второй отдел маркетинга это те ребята, те коллеги, которые создают наш продукт концептуально, исследуют рыночные тренды, исследуют наш портфель продуктов, исследуют наши возможности, то, что делают наши конкуренты, и, исходя из всего этого, создают какую-то новинку, которая выходит к нам на рынок. Говоря о компании Danone, про Россию, могу сказать, что в среднем в год у нас выходит порядка 100 новинок, это 100 новых продуктов, которые появляются в разных категориях на полках магазина. И, соответственно, вы можете себе представить объем работы и разноплановость той работы, с которой работают наши коллеги в маркетинге. Собственно, это направление Topline. Идем дальше. Направление Operations. Это те отделы, благодаря которым наш продукт создается, от концепции переходит в какую-то реальную субстанцию, ту, которую вы можете потрогать, съесть, понюхать и все остальное с ней сделать, ну и тот, который доставляет продукт к нам на полку. Первое, начну с отдела разработок и инноваций, это отдел R&I Research and Innovations. Это коллегия, ну скажем, по ту сторону баррикад от отдела маркетинга, который от концепции продукт создают, то есть придумывают для него определенную формулу, тестируют его на производствах, смешивают ингредиенты, взаимодействуют с поставщиками. И от идеи на бумаге мы видим красивый упакованный продукт на полке магазина. И этим занимается отдел R&I. Отдел качества. Это тот отдел, который неустанно следит за тем, чтобы, не важно у какого поставщика было закуплено сырье, не важно на какой производственной линии в Калининграде или в Красноярске был произведен наш продукт, но каждый пакет молока, например, простоквашина, он абсолютно одинаков, не важно в каком магазине вы его купили. Соответственно, этим занимается отдел качества, их задача сделать так, чтобы продукт был безопасным и соблюдался, и при его производстве и транспортировке хранений были соблюдены все нормы, не только законодательства России, но и международных сертификационных служб и, безусловно, службы Данон, компании Данон. А дел индустриальный, индустриал, это те коллеги, которые создают продукт на заводе, это те инженеры, которые работают, безусловно, на производствах, управляют большими командами, запускают новые производственные линии, это люди с таким серьезным техническим бэкграундом, которые способны на больших производственных мощностях производить очень деликатный, приятный, вкусный, вроде как нежный продукт, а тем не менее, это огромные большие заводы, в Данон, напомню, 16 заводов в России. Ну и отдел планирования и логистика или supply chain, это те отделы, благодаря которым мы знаем, сколько продуктов, сколько сырья нужно закупить, сколько продуктов нужно произвести и в какие направления его нужно направить, какие регионы нашей страны и каким образом их доставить до конечного потребителя. Вот этим и занимается supply chain и это тоже то направление, которое есть в любой FMCG-компании, безусловно, в Данон в частности. И отдел support, это функции, которые помогают функционировать operations и top line. Безусловно, несмотря на то, что это помогающие, вспомогательные функции, исходя из названия, тем не менее, их задачи, их значения для компании, они очень важны. Без них не будет йогурта на полке, без них не будет прибыли для компании, и без них не будет долгого и успешного сотрудничества и работы компании, как, например, Данон 100 лет на рынке. Отдел информационных технологий, ITIS, информационных технологий и систем. Это тот бэкграунд, собственно, то, на чем мы работаем, это те системы, в которых создаются наши продукты, в которых делаются финансовые прогнозы, благодаря которым наши линии автоматизированы на производствах. Этим занимаются также наши коллеги из ITIS. Только в России у нас порядка 200 человек, которые работают в этом направлении, хотя Данон не является IT-компанией, тем не менее, этот стрим у нас очень широко и многообразно развит. Отдел финансов, безусловно, это тот отдел, благодаря которому мы знаем, где у нас хорошо производится продукт, какие наши категории продуктов растут хорошо, с какими у нас есть определенные сложности, и что должна сделать компания, какие расходы и где уменьшить или увеличить, чтобы наш P&L или отчет о прибылях и убытках был настолько хорошим, чтобы наша компания продолжала существовать долго и успешно на рынке. Поэтому отдел финансов, безусловно, тоже есть в любой компании, в том числе и в FMCG. Отдел персонала или HR это, наверное, такая кузница не только кадров и развития сотрудников, но еще это создание определенной культуры и подхода к работе, этим занимаются наши коллеги в отделе персонала. Отдел закупок, взаимодействие с поставщиками, развитие поставщиков и создание того, чтобы именно у нас был продукт произведен максимально эффективно, используя при этом мы используем именно локальные ресурсы, этим занимаются наши коллеги в отделе закупок. Отдел коммуникации, PR, GR, это взаимосвязи со СМИ и с государственными органами, и юридический отдел это коллеги, которые сопровождают с точки зрения законодательства и наших внутренних норм все сделки, которые мы делаем не только вовне с поставщиками или же с клиентами, но даже есть внутренний отдел compliance, который очень строго следит за тем, чтобы все сотрудники делали максимально правильные и корректные вещи, не выходя за рамки наших норм и наших порядков. Все эти направления, их очень много, как вы видите, есть большие FMCG-компании, про них мы можем, наверное, рассказать отдельно, отдельно сделать вебинар многочасовой, но я предлагаю вам более удобную форму зарегистрироваться в Danone Online Education, это онлайн сайт, где вы сможете узнать в видеоформате и в лонгридах, и пройти разные тесты, чтобы узнать, какие направления карьеры будут актуальны сейчас, какие направления карьеры будут актуальны через 10-15 лет, ну и в целом узнать, чем занимается крупный и большой бизнес и вообще понять для себя, насколько FMCG для вас интересен, или же для вас есть более приоритетные какие-то другие направления. Хорошая новость, регистрация все еще идет и до 21 апреля у вас есть возможность подать заявку на сайте danone-dan.ru Весь онлайн-курс абсолютно бесплатный, у нас есть два формата, он сделан для школьников и для профессионалов, поэтому регистрируйтесь на Danone.dan, и не важно даже, если вы не учитесь уже в школе или даже уже закончили университет и возможно уже работать у вас есть успешная карьера, тем не менее, будет полезно узнать о том, какие последние тренды по профессиональному развитию есть в крупном международном бизнесе. Регистрируйтесь, будет интересно. Ну что, а мы с вами идем дальше и я расскажу вам про то, что нужно знать о программах стажировок Surf Danone, Danone Band и Danone Twist. Кстати говоря, будет очень интересно узнать, знает ли кто-то из тех, кто нас смотрит о Бенде, о Surfе, Твисте. Пишите в ваших комментариях, слышали ли вы что-то про эти программы, может быть кто-то из ваших знакомых на них уже развивается, уже попал на них или может быть кто-то пытается попасть, потому что набор сейчас идет очень активно, ну и собственно про это все расскажу и готова буду сразу ответить на каверзные и не очень вопросы на эту тему. Surf Danone, это программа развития молодых менеджеров, она двухлетняя, она для людей, которые уже закончили университет или могут сочетать свое обучение с полным рабочим днем, длится она два года, это полное трудоустройство и гарантом после успешного окончания программы является переход на начальную менеджерскую или руководящую позицию внутри Danone. Программа запущена в 2016 году, не так давно, но тем не менее мы горды тем, что пилот программы случился в России и сейчас порядка десяти стран внутри Danone, в Индонезии, в Германии, в Чехии, коллеги также запустили Surf Danone, используя наши наработки и наши, скажем так, лайфхаки. Поэтому программа является международной, есть возможность в том числе международных ротаций, ротации не только внутри России, а этого уж точно достаточно много будет. Подумайте о том, если для вас сейчас идет активная готовность трудоустраиваться, подать заявку на Surf можно до 12 мая, отбор проходит в мае, начиная с апреля по конец мая, в июне у вас финальное интервью и в августе вы выходите уже в компанию Danone. Если сейчас пока для вас работа не является актуальной, вы, например, еще студент и у вас нет готовности и возможности работать в полный рабочий день, то я рекомендую вам обратить внимание на программу Danone Twist, это летняя стажировка, благодаря ей вы сможете окунуться в мир большого бизнеса и за два месяца узнать все о том отделе, в котором вы пришли поработать в маркетинг, в сейлс, в PRGR или же в ITIS. Программа начинается в июле, заканчивается в августе, она идет полных два месяца, полный рабочий день. Подать заявку на нее вы сможете в мае, с 1 мая по 31 мая, отбор проходите вы в июне и, соответственно, выходите на работу уже в июле. Условно, мы в шутку называем Danone Twist такой демо-версии Danone, узнай, насколько тебе интересно работать в Danone, и если интересно, сходи в следующий год в другую функцию, чтобы узнать уже более детально, в каком направлении тебе интересно развиваться. Ну и в целом, могу сказать, для нас удивительно, но в Danone Twist где-то примерно 30% ребят, заканчивающих летнюю стажировку, остаются работать в компании на парт-тайм, то есть на половине рабочего дня, или кто-то работает из дома в зависимости от того, какой формат работы, насколько он позволяет это делать. Поэтому в том числе у нас есть такие очень, такие твистеры, я бы сказала, долгожители, которые уже не первый год работают и возвращаются в компанию либо на следующую стажировку, либо продолжают работать после окончания, официального окончания программы. Ну и третья программа, это программа Danone Band, развитие технических экспертов. Это программа для ребят, которым интересно детальное погружение в ту техническую область, которую они для себя выбрали. Обычно у нас это направления инженерные, индустриальные, IT, quality, R&I. И, как правило, эта программа актуальна для регионов на наших производственных площадках в Липецке, в Краснодаре, в Чехове, в Владимире, в Красноярске и других 16 производственных площадках. Отбор у нас обычно идет осенью, в октябре, ноябре, декабре, и ребята к нам выходят работать уже в январе-феврале. Обратите внимание на каждую из трех программ. Внизу вы увидите те сайты, на которых можно узнать всю актуальную информацию. Напомню, SORT Danone набор идет прямо сейчас, Danone Twist набор начнется буквально через полтора недели, и Danone Band набор начнется осенью. Переходите по ссылкам, регистрируйтесь, ну и отслеживайте все новости, которые есть по этим направлениям. Ну и что еще рекомендую вам сделать, во всех трех социальных сетях, актуальных для России, ВКонтакте, Инстаграм и Фейсбук, есть наш аккаунт Danone Careers. По QR-коду вы можете сейчас подписаться на все эти три сообщества, или на какое-то одно, которое вам интересно, и благодаря этому вы будете постоянно видеть все обновления по наборам, или все апдейты по вакансиям, которые есть в Danone, или в целом, какой-то полезный развивающий материал о том, как проходить ассессмент-центры, о том, какие навыки в развитии себе, какие инструменты есть для развития различных навыков. Подписывайтесь, узнавайте, там интересные очень даже. Ну что же, движемся дальше. Обещала рассказать про то, какие секреты отбора в программы развития есть в крупных компаниях. Как уже говорила, в HR я работаю достаточно давно, и как раз таки программами стажировок занимаюсь тоже длительное время, и более того, мы поддерживаем контакт с коллегами из разных больших компаний, и в целом, несмотря даже на то, какой профиль компании, несмотря на то, какая все-таки это стажировка летняя, или это серьезная программа развития, я могу сказать, что секреты есть такие вот лайфхаки, которые помогают быть успешным в отборе на все эти направления и в любую компанию. Поэтому, внимание на экран, расскажу про, ну, такую, наверное, основную историю, про те советы, которые помогают от отклика все-таки перейти к заветному офферу и успешному развитию внутри больших, крупных компаний на программах стажировок. Первое, скорость, она имеет значение. Средний конкурс на стажировку в Сёрдонон, к примеру, один к ста, то есть из ста заявок мы, как правило, делаем один оффер, и один кандидат к нам выходит на работу. Мы понимаем, что это очень высокая конкуренция среди кандидатов, поэтому, чем раньше вы зарегистрируетесь, чем раньше вы пройдете тестирование, и чем раньше вы будете, чем быстрее вы будете отвечать на те сообщения, которые вам приходят в оргчат, либо же в ВКонтакте, или же вам на почту, это будет играть большое значение, потому что, зачастую, если вы подали заявку в последний день промо, и при этом вы понимаете, что вы пропустили все дедлайны по тестам и по тем ссылкам на предварительные этапы, которые у вас были, ну, велика вероятность, что, к сожалению, ваши шансы существенно упадут по сравнению с другими ребятами, которые сделают это намного быстрее. И, возможно, вы даже в чем-то лучше, но мы, как работодатели, просто про это не узнаем, потому что мы не успеем посмотреть ваши результаты. Поэтому, первое, скорость, в данном случае, она тоже играет значение. Второе, подготовка, это 90% успеха. Наверное, здесь вас не удивлю, мы не рождаемся со способностью проходить ассессменты, скорее всего. Да, мы не рождаемся со способностью проходить какие-то тесты, да, или проходить интервью. Ко всему этому мы рекомендуем подготовиться. Обычно, когда мы высылаем приглашение на какой-то этап, мы всегда даем ссылки на те источники, где можно почитать, познакомиться, узнать про то, как это было у других ребят, тех, которые сейчас работают в компании. Я рекомендую вам найти возможность почитать об этом, об этом, может быть, даже пройти видеоинтервью условно на камеру телефона с вашим другом, да, чтобы потом вы могли посмотреть и оценить себя со стороны, насколько вы хороши на этом этапе. Поэтому, прежде чем использовать шанс, чтобы себя проявить в какой-то, в каком-то из отборов программы развития, подготовьтесь к этому, чтобы шанс был на 100% успешным. Идем дальше. И третий пункт важен каждый этап отбора. Может казаться иногда, что, например, вы прошли все этапы отбора и вам осталось просто пройти финальное интервью с нанимающим менеджером, с которым вы и так виделись уже на асессмент-центре. С одной стороны, да, действительно, если вы прошли до финального этапа, это значит, что вы большой молодец и, скорее всего, вы один из самых лучших кандидатов из этого набора. Но, к сожалению, на моей практике вообще в целом бывают ситуации, когда ребята существенно расслабляются на последнем этапе и считают, что если уж я дошел до этого этапа, значит, оффер у меня уже есть. Но нет. Если этот этап существует, значит, он важен и, значит, его результаты также засчитываются в копилку ваших результатов. Поэтому отнеситесь вниманием к каждому из этапов. Не важно, насколько он близок к финалу или далек от него испытывайте, ну, скажем, относитесь к нему как к максимально большой возможности как минимум получить полезный опыт и используйте его на 100%, чтобы и впечатлить асессоров или интервьюера, с которым вы проходите интервью. Следующий совет это будь настойчивым, терпеливым и гибким. Вот здесь зачастую не всегда понятно, почему, я понимаю, кандидатов два месяца длится отбор, почему два месяца не слышу обратной связи. Вопрос закономерный, да, но на него есть ответ. Потому что, первое, очень большой поток кандидатов, второе, есть определенные этапы, по которым мы получаем, обрабатываем информацию. И поэтому конкретно по вам мы бы могли сказать, но зачастую ваши результаты они также сравниваются с результатами всех остальных ребят. И чтобы этот результат получить, увидеть средние баллы, которые у нас есть по каждому из наборов, нам нужно, конечно же, дождаться максимального количества ответов от наших респондентов. Поэтому процесс не всегда бывает быстрым. И здесь мой совет к вам будьте терпеливы. Второе, настойчивые и гибкие. Настойчивые бывают так, что, ну, например, вам не пришло письмо о том, как пройти какой-то из этапов отбора. Можно поверить в судьбу и посчитать, что это карма. Можно позлиться на ИЧА, рассказать, что вот он не выставил меня вовремя, из-за него я не попал. А можно написать письмо напрямую на почту или у карьерного бота, который у нас есть в ВКонтакте, посвященный каждой из этих программ, и задать вопрос, а можно мне прислать письмо, я вот что-то его не получил. В 90% случаях письмо оказывается где-нибудь в спаме, или, возможно, вы случайно его открыли или не увидели, но в 10% действительно бывает, что что-то неправильно указано при регистрации, действительно письмо как-то не дошло, технический сбой. Но, поверьте, коллеги работают очень быстро, да, они максимально заинтересованы в том, чтобы ваши результаты были у них в системе, они могли вас оценить как потенциального кандидата, поэтому, с вашей стороны, настойчивость и желание вовлечься в процессы, где-то напомнить о себе и быть проактивным, они тоже зайдут к вам в копилку как позитивный элемент. Ну и гибким, что я имею в виду? Приведу пример из практики, который был у меня два года назад. Так получилось, что у нас было два асессмент-центра с разницей в неделю. Один проходил в России, в Москве, а второй проходил в Казахстане, в Алматы. И у нас была прекрасная кандидатка, которая проходила обучение в Казахстане, и у нее был опыт работы в Казахстане. И мы сделали вывод, что человек находится в Алматы. И вот мы приглашаем ее на асессмент в Алматы, который состоится через неделю. На что девочка, найдя каким-то невероятным способом контакта, телефон нашей команды, смогла связаться со мной как с лидером этих программ. И что мы от нее узнали? Мы узнали, что девушка находится в Москве, что она уже переехала, и ей не очень удобно лететь обратно в Алматы только ради нашего асессмент-центра. Мы, конечно же, вошли в ее положение, но при этом мы понимали, что асессмент-центр в Москве состоится уже завтра, а у нас есть уже пул приглашенных ребят, которых мы уже пригласили. И когда я с ней общалась, я говорила, ну, понимаешь, ну да, действительно, не очень понятно было из резюме, наша ошибка, извини, но мы не можем сейчас отменить кого-то в Москве, только лишь потому, что в резюме было недостаточно подробно и понятно указано, что тебе удобнее пройти асессмент в Москве. Поэтому, что я тебе предлагаю, все-таки нужно будет съездить в Алматы и пройти асессмент, но мы тебя, мы твои результаты засчитаем для московских позиций. Мы согласились, договорились, и тут в 11 часов вечера нам приходит письмо, один из людей не сможет прийти на асессмент завтра. Я тут же перезваниваю девочке, с которой мы разговаривали два часа назад, и говорю, ну вот, случилось следующее, у нас есть возможность завтра с тобой встретиться в Москве в 8 часов утра, приезжай к нам в офис на асессмент. Она говорит, а у меня завтра какой-то экзамен, какие-то планы, что-то там. Я говорю, ну смотри, два варианта, либо завтра 8 в Москве, либо через неделю в Алматы. Человек подумал минуту, и тут же говорит, я приеду в завтрак в 8 утра, и отменю, перенесу все встречи, которые у меня были на завтра. Вот поэтому здесь, наверное, для меня это максимальный пример гибкости, умения человека, превозмогая различные сложности, все-таки добиваться своих целей, опять-таки идти на компромисс со самим собой, с той ситуацией, которая у него сейчас есть. Как результат, человек успешно прошел асессмент, работал в компании и попал на программу. Хотя, если бы он, условно, не стал этого делать, да, сдался бы раньше и обиделся на то, что вот в Казахстане, он не готов ехать в Казахстан, возможно, бы мы и так бы не пригласили человека в Москву. Поэтому это яркий пример, который иллюстрирует пункт четвертый настойчивость, терпеливость и гибкость. Ну что, и идем дальше. Пять, это определи, чего ты хочешь и что для тебя по-настоящему важно. Что мы здесь имеем в виду? Зачастую самая основная причина, по которой на видеоинтервью недостаточно впечатляет кандидат, скажу честно, это то, что он не знает, чего он хочет. Опять-таки, мы понимаем, что в большинстве ребят, которые аплицируются на программу развития, нет опыта работы. Ну и понятно, что они не могут знать, чем занимаются финансы в Данон или HR в Данон. Они не работали в нашей компании. Это очевидно. Но с другой стороны, есть и ребята, которые имеют представление в целом о том, чем занимается эта функция. Им нравится то, чем занимается эта функция. Они могут объяснить, почему им это нравится и почему они готовы двигаться и развиваться в этом направлении. Вот такие кандидаты, они на вес золота, потому что, первое, они уже знают, чего они хотят. Второе, они знают, что для них важно. И когда мы понимаем, что именно этого они хотят и это сочетается с тем, чего мы хотим, мы понимаем, что здесь вероятность успеха намного больше, чем та ситуация, когда человек не догадывается даже, вот находится в абсолютно таком пустом вакууме и не понимает, куда ему двигаться. Здесь просто вероятность ошибки того, что мы возьмем человека на эту стажировку, а он сам расстроится или разочаруется в том направлении, который выбрал, не зная, что это направление ему не подходит, вот это большая будет потеря времени и для самого кандидата или для нас, как для работодателя. Поэтому мой большой совет вам, начиная уже с первого курса, кстати говоря, дано он твист, стажировка, которую можно пройти уже с первого курса, не обязательно дожидаться третьего, четвертого. Уже с первого курса ходите на стажировки, ходите на кейс-чемпионаты, слушайте как раз-таки подобные вебинары, взаимодействуйте с представителями компании, чтобы с помощью этого понять, какие направления развития есть внутри компании, какие направления могут быть вам интересны, и чтобы к моменту, когда вы подходили уже к отбору, на большие серьезные программы, вы уже понимали, что, например, для вас идеально это сейлс или маркетинг, и сейлс потому что, а маркетинг вот потому-то. И это максимально правильно, здесь опять-таки большой секрет, я вскрою, правильного ответа на эти вопросы нет, потому что у нас у всех есть разные мотивационные движки, благодаря чему мы делаем вывод и принимаем решение идти в эту компанию, идти в это направление или нет. Но в целом, то, насколько вы правильно осознаете, что для вас важно, что для вас имеет первостепенное значение, то, насколько вы правильно это донесете до вашего работодателя в рамках отбора на стажировке или в целом на любом интервью, это то, что определяет ваш успех в том числе на финале, при отборе на любую программу. Ну, я рассказала про те лайфхаки, которые очень важны для любого кандидата. Мы с вами плавно движемся к блоку про вопросы. Если они у вас есть, пожалуйста, задавайте, я отвечу на них с удовольствием. Я вижу про вопрос про города России, в которых можно пройти стажировку в Данон. Спасибо большое за вопрос. На самом деле перечислять все не буду, их очень много. Первое, в Сёрфданон пройдите, зайдите, пожалуйста, на сайт www.serdanon.com Вы увидите те города, которые перечислены, в которых можно пройти стажировку. Как правило, это всегда Москва, это как часто достаточно бывает Питер, это достаточно часто бывает Владимир, Липецк, Краснодар, да, ну и дальше бывает Тюмень, бывает Красноярск, бывают какие-то другие города. Поэтому заходите на сайт, смотрите, ну и в целом это то, наверное, с помощью чего как бы постоянно ходить, мониторить те программы, которые есть в разных компаниях, это, наверное, то, что позволит вам дальше успешно развиваться. Всегда ли ассесмент проходит в Москве? Есть еще один вопрос. Да, в Москве проходит всегда ассесмент на программу Сёрфданон, и если кандидат является региональным, он не живет в Москве, мы привозим его в Москву, мы оплачиваем ему приезд, мы заказываем ему билеты, и здесь с максимальным комфортом вы проезжаете, проходите ассесмент и уезжаете домой. И если так получается, что вы получаете оффер, и вы также получаете оффер не в том городе, где вы проживаете, компания вам оплачивает всю релокацию, билеты, и снимает, арендует квартиру, и дает еще возможности для поездок домой, что тоже очень важно и очень приятно. Вот, ну что, есть ли у нас еще какие-то вопросы? Я думаю, что мы подождем две минутки, я вижу вопрос, спасибо вам за него. Есть ли стажировки направления юриспруденция в Москве? Абсолютно точно могу сказать, что было несколько, было в прошлом году. Проверьте, пожалуйста, серфданон сайт. Наизусть не вспомню, есть ли в этом году у нас наборная серфданон. Этот вопрос был под вопросом, но посмотрите сейчас, есть ли легал. Мне кажется, что есть. Гляньте, пожалуйста, на 90% уверена, что есть в этом году потребность серфданон именно на юриспруденцию в том числе. Кстати говоря, ребята с вышки очень много, очень успешно проходят именно на легал направление. Это так в двух словах. Ну что, я тогда еще раз напомню тот контент, который был у нас сегодня с вами. Мы обсуждали четыре софт-скилла, которые крайне важны для развития в любой сфере. Мы поговорили с вами о тех направлениях профессиональных, которые есть в больших FMCG-компаниях. Я рекомендую вам, если пока для вас не совсем понятно, в каком направлении вы хотите развиваться или в целом вы хотите узнать чуть больше о возможностях бизнеса, зарегистрироваться на Danone онлайн-университет на сайте dan-danone.ru до 21 апреля у вас есть возможность зарегистрироваться и узнать очень много интересного и полезного контента абсолютно бесплатно на эту тему. Ну и мы также с вами обсудили программы развития стажировки, которые есть в Danone. Это Surf Danone, Danone Band и Danone Twist. И узнали про пять лайфхаков от HR о том, как успешно проходить стажировки в Danone, которые у нас есть, ну и в целом какие есть в разных компаниях. Ну что ж, на этом, наверное, я с вами прощаюсь. Спасибо большое за вебинар, спасибо большое за внимание. Я желаю вам успехов и удачи в подготовке к экзаменам или в подготовке к интервью или в целом в развитии вашей карьеры, если вы уже тот счастливчик, который спокойно развивается и работает в компаниях вашей мечты. Всего доброго, до свидания.